Продолжение следует... Мы седаем на тему истории Русской Православной Церкви, ну и касаясь определенных исторических вопросов, не претендуя на какие-то огромные истины, любой, кто нас поправит, будем только рады, но поправлять просим. Будем стараться претендовать на здравомыслие. Здравомыслие, да. Но ориентируясь на историографию, которая все-таки в пределах науки гласит, а не каких-то вымыслов и домыслов. Мы, изучив так серьезно и открыв даже для себя очень многие интересные вещи в историческом периоде, от Руси до Крещения, до Монгольский период, И вот сейчас до эпохи царства, можно сказать, то есть до Василия Третьего и Ивана Грозного, мы открыли для себя очень много-много интереснейших фактов и интереснейших вещей, которые на самом деле позволяют, ну, более реально, что ли, взглянуть на эти исторические периоды. Более того, они позволяют, ну, сформировать какую-то свою точку зрения и некоторые факты даже позволяют беспристрастно, просто с точки зрения каких-то очень таких серьезных вещей, памятников исторических, трезво взглянуть на какие-то вещи, без приукрашательства, без каких-то исторических штампов, ну, вот просто было как, течет река Волга издалека долго. В общем, вот посмотреть на эти вещи чисто таким просто трезвым взглядом, без какой-либо заинтересованности. Просто вот как было? Что радует сегодня, этим занимаются профессиональные историки очень серьезно, многие поднимают эти интереснейшие вопросы. Мы же выбрали тему, которая проходит как бы немножко мимо, и поэтому вот наши беседы, они как бы, мы стараемся вести их в той плоскости, чтобы не дополнять как-то историков, зачем, пусть профессионалы занимаются своим делом, а открыть какие-то вещи и взгляды, которые где-то ускользают. А взгляды ускользают в чем у историков? Они забывают, что эпоха Средневековья и эпоха дохристианской Руси, и даже вплоть буквально, там, я не знаю, чуть не для Петра Первого, это эпоха исторического магизма, наполненного все особыми верованиями, наполненного, жизнь каждого человека была наполнена вот этим вселенским религиозным смыслом в разных совершенно интерпретациях, языческих, христианских и так далее, и тому подобное, там, исламских варде, языческих варде. То есть, как бы рассматривать жизнь средневекового государства и жизнь средневекового человека, простого человека, средневековой личности, очень сложно. Без вот этих бесконечных религиозных воззрений. А мы сейчас, читая какие-нибудь исторические произведения, не представляем себе даже того, что наши предки так же жили. В каждом углу увиделся черт, домовой, кикиморы, да, всякое. Потом и бесконечное служение каким-то идолам дохристианскую эпоху. Затем бесконечное служение христианским каким-то там определенным идеям, часто тоже превращаемым хитрыми властителями видолов, и, возможно, такое своеобразное служение. Без этого не может быть исторической правды, потому что люди в это верили искренне, этого боялись жутко, всяких страшных судов, там, преисподних, смертей и все, страхов. И вот об этом, вот именно вот, живя в этом страхе, нельзя рассматривать людей вне этого контекста. И тем более нельзя рассматривать вне этого контекста, пользовавшихся этим хитрых князей и властителей мира сего. И властителей церкви. И властителей, ну, мира сего, они тоже, попы тоже к этому относятся. Вот. И интересно что, разобраться, вот мы подошли к эпохе Ивана Грозного, и решили все-таки поговорить, сделать маленький обзор. Почему? Потому что хочется понять, как же психологически, исторически создавался вот этот русский менталитет, известный вот как русский менталитет именно. И действительно православный менталитет, он, это вот тоже никто не исключает, что это создавалось на вот такой вот очень глубоко замешанной православной основе, вышедшей из Греции. Конечно. И вот то, что вы сейчас вот коснулись, там, духи Кикимуры там и так далее, но вот греческая вера вот это вот принесла очень сильную, как сегодня в науке называют, теорию эсхатологии. То есть боязнь конца мира, боязнь страшного суда. И вот как сильно воздействовало это вот на средневекового славянина, и Русича там, и Фина Угра, которые потом все перемешались. То есть вот как это сильно воздействовало, что они пронесли это через века, вплоть до наших дней. Здесь вы попали вот не в бровь, а в глаз. Человек всегда боится того, чего он, что он не знает. То есть для него всегда большой страх приносит какие-то вещи, которые он не может объяснить. Крики в ночи, звуки болота, молнии. И человек сразу начинает придумывать, находится кто-то, кто более хитрый, поумнее, особенно жрецы, которые любили поесть на ночь, они всегда найдут объяснение любому природному явлению. Мы помним с вами, как кидание молнии с небес было приписано Зевсу, подземное царство возглавлял Аид, море и буре возглавлял Посейдон, которого было плохое настроение, он поднимал волны. То есть страх перед морем, страх перед вулканами, страх перед молниями и небесными какими-то явлениями и всегда порождал бесконечную череду рождения различных мифов. У нас тоже было то же самое. У нас не было никакой совершенно иного к этому подходу. Давайте задумаемся. Вот смотрите. Дождь Бог или, например, Перун или Мокош. То есть это все божества, которые занимались тем же самым, что и в Греции. Вроде бы такая разница, а у нас получается абсолютно идентичное продвижение религиозной цивилизации. Опять же, Перун метает молнии, Мокош занимается семейным счастьем, домашним очагом, как Гера у греков, там Велес занимается штатами, скотоводством, полями, чтобы были хорошие урожаи. В общем, ну, то же самое. То есть вот что нужно человеку? Например, же не было богов, которые, например, бы отвечали за силу тяготения. Никто не знал, что она есть, и поэтому какого бога не было назначено. Люди назначали себе, выдумывали такие мифы, которые были необходимы для их жизни. И вот мы должны с вами рассмотреть сейчас этот момент, как же сложилось то, какие мы есть сейчас. Какие были до мусульманский период, до монгольский период, какие были при походу Ивана Грозного, потому что там при Петре Первом, и вот до нынешних наших сегодняшних дней. Первое, что мы должны очень важно и очень серьезно обратить внимание, на что мы должны, на то, что любая проповедь никогда не ложится на пустое место. То есть народ, живший славянский народ, был религиозным. И будучи народом уже с большой историей, будучи очень мощным, крепким народом, от Новгорода до Киева было огромное государство, в котором одни и те же князья управляли, то есть это была целая, огромная страна, не просто так пришла христианская проповедь на эту землю, а действительно она пришла уже к людям верующим. И более того, она очень легко легла на местные верования. Смотрите, вот сегодня день Ивана Крестителя, и Рождество Иоанна Крестителя, Ивана Купала. Вот эти вот языческие обряды летние, в честь летнего солнцестояния, в честь богов-покровителей тепла, света и солнца, оно благополучно приписалось к дню Иоанна Крождества и Иоанна Крестителя. Но не будем углубляться в такие самые какие-то мелкие, но такие вот религиозные празднования, религиозные события, а обратим с вами внимание на то, что мы обнаружили, исследуя вот эти периоды нашей истории. Мы обнаружили то, что пока население было грамотным, а у нас действительно было очень грамотное население, относительно, да, но сравнительно с Европой. Наши князья вообще поголовно все были грамотные, причем даже женщины. Ну да, я имею в виду относительно. А при каких-то королевских дворах бывало такого, что ни одного грамотного человека не было, я имею в виду европейских дворах. Как раз в это время вот более грамотные Византия и там арабы. Боже арабские. Арабы, да, да, арабы. А у нас это вот европейское в те времена, по сравнению с Европой, мы были очень передовым по государствам. И в это время очень-таки тесные связи между нашими феодалами и европейскими наблюдаются. И когда христианство пришло в Русь, на Русь пришло христианство, столкнулось оно с такой вещью. А грамотному человеку очень трудно навяливать свои мировоззрения, проповедовать. Проповедовать легко тому, который либо вообще ничего не знает, либо есть второй момент, который человек запуган чем-то. Там, что из болота вынырнет какой-то леший там, или еще что-нибудь утащит его ночью, украдет и так далее. Такой примитивизм, он не свойственен христианству. И христианство настолько многообразно, что можно пойти десятками различных путей и десятками различными способами толкований Евангелия. И вот оказалось, почему князь Владимир сделал выбор в сторону христианства. Нам любят говорить о том, что это было там, что нельзя мусульманам пить, там свинину есть, или еще обрезание принимать. А у евреев там их рассеяли. Конечно, конечно. Даже у них нет своего города, там своей страны. Но все-таки мы, мы не будем претендовать на какую-то истину, но все-таки мы склоняемся к тому, что Владимир был не такой лопух, который бы там, вот на таких каких-то сказочных претензиях основывал свою веру. Нет. Мы думаем, он был рационалист, был очень мудрый, рациональный князь, которому надо было сохранить державность и сохранить свою власть, и власть своих детей. И поэтому он увидел в христианстве возможность божественно подтвердить свою власть. Вот как, Евгений, вы сегодня прямо верно замечали, что такое эпоха первого средневековья русского. Князь сразу с нимбом на голове, с мечом в руках. Это легитимизация власти. Представляете, вот вы князь, а ваш отец уже с нимбом и с мечом в руках. То есть, вы сын святого. Ваша власть уже божественна. То есть, если только кто-то на вас пытается поднять руку, можно сказать, так он же сын Бориса и Глеба, он уже сын нашего святого князя. И это легитимизация, христианство дает, вот эта легитимизация власти, дает зеленый свет. Почему? Потому что традиция вышла из Византии. Если мы возьмем с вами другое христианство, папское, например, то там только папа будет Господь Бог, а князья не будут уже такой формы иметь. А если мы возьмем более поздний протестантиизм, то там совершенно, мы сейчас затронем этот вопрос, там вообще совершенно другое отношение к князьям, и особенно ко всяким страхам о наказании Божьем, о аде, о смерти и наказании грешников. Так вот, оказалось, что самым, это князья очень быстро наши поняли, начиная с Владимира там и Ярослава Мудрого, и дальше, и дальше, и дальше, до, будем говорить, до монгольской эпохи. Они поняли, что самый лучший способ владычествовать умами – это запугивание. Запугивание. То есть из христианства можно, например, взять такую вещь, как вот «Бог есть любовь», и сказать, что «Бог всех простит, и Бог в милосердь». И это будет правда, это будет верно. А с другой стороны, можно сказать, что Он всех грешников поместит в преисподнюю, и можно каждый день это проповедовать. И страх запугивания вечной смертью оказался более эффективным. И поэтому начинает процветать идея вот этого бесконечного страшного суда. Его ждали, мы увидим там потом позже, на стоглавый собор, все без конца ждали конца света. Что вот со дня на день об этом, следовательно, каждый день говорили. Вот если бы каждый день говорили о любви, нет, каждый день говорили о конце света. Тем более сопутствовали этому чума, кометы пролетавшие мимо, голодоморы какие-то и так далее. Ну, когда вот было не урожай и тому подобное, это очень способствовало вот этой идее кончины мира скорой, очень быстрой. И пришествию там какого-то наказания страшного для грешников и блаженства для праведников. И для власти это мракобесие. Это называется мракобесие, потому что мрак и бесы. И это для власти оказалось самым выгодным и самым удобным. Причем это даже и сейчас выгодно. Посмотрите, например, Европу или Америку. Пугают кем? Россией. И мракобесием. То есть, не какими-то проблемами. Россия во всем виновата. Нашли нового дьявола, нашли нового черта, и ним пугают людей. Есть очень интересная и мудрая история из житий святых. Два монаха упали в какой-то грех и их хотели выгнать из монастыря. Но пожалели и посадили их в яму на хлеб и воду. И вот они год там просидели, постились в яме, молились. Ну, где-то в келье там закрыли, но так, затвор им устроили. И вот один вышел, улыбаясь и радуясь, со светлым лицом, а другой вышел в слезах и весь покаяние осунувшийся. И отправили их к духовнику, к старцу, и спросили его, почему ты радуешься и светишься так. А он говорит, а я понял, что Бог – любовь, и Он милосерд и простит мне все. И я радуюсь этому, и вот что жизнь продолжается, и я спасаюсь. А другой, который плакал, его спросили, что такое. Он говорит, а я все думал о покаянии, о смерти, о страшных грехах, о страшном суде, и просил у Бога прощения, за свои слабости, за свои преступления. И собрался собор, и долго думали, кто же из них прав. И в конце концов пришли к выводу, что и тот, и другой совершенно правы. То есть, это я к чему рассказал? Потому что можно и ходить, радуясь с сияющим лицом, и ходить, плакать вечно о смертных грехах и о страшном суде. И наши князья избрали второе. Запугивание народа, запугивание людей бесконечными муками и страданием, и страшным судом. Извини, Женя, вы хотели что-то сказать. Я даже немножко не соглашусь. Может быть. И немного объясню, о чем вообще речь. Вы сказали, что я перед этим говорил. Мы говорили перед нашей беседой. Действительно, вот этот вот средневековый глубокий период Руси, когда было становление вот этого вот православного менталитета русичей. Да, перехода от логического к христианам. И наугров, которые населяли эти земли, центральной Руси, которые сегодня есть там, за Уралом. Оттуда есть, пошла русская земля. Значит, вот это вот население, оно, не сказать вот, что вот его прям вот так вот князья вот запугали. У князей была другая еще функция. У князей была функция охраны своего населения. То есть население, которое принадлежало определенной территории, которой руководил какой-то князь, оно этому князю патриархально подчиняется. На него смотрели, как на... Вождя. Вождя. Ну да, это наш папа. Поэтому ни для кого не было удивления, когда после смерти каждый князь, предоставляя церкви определенные дары, тут же рисовалась его икона и помещалась там это самое. Но зачастую князья несли функции охранительные. Это обязательно, конечно. Почему в истории с благодарностью вспоминают многих князей, таких как, ну, допустим, Ярослав, фигура сложная, но все-таки это человек, который создал огромную государственную систему, потом его внук Владимир Мономах, значит, это, ну, величайший, тоже величайший исторический деятель. Владички. Не надо. Потом и сын Владимира Мономаха, Мстислав Великий. То есть, это как раз время расцвета вот этой средневековой Руси и говорит, что там все люди были запуганы. Нет, нет, нет. В городах были вечевые устройства. Так, я сразу поправлюсь, а то я не говорю, что все. Это был механизм управления сознанием человека. Не всеобщий, а просто то, что удобно ложилось на кону. То есть, если можно... Управлять надо было. Вот это его свободно... Это делалось не из-за того, что я дурак и всех пугаю, а чтобы сохранить княжество, чтобы соединить его какими-то узами связать и тому подобное. То есть, это было необходимо для вот этого князя, для того, чтобы свое стадо беречь и сохранять. Но факты этого, несомненно, я не стал... Я не стал... Я не стал уточнять, вот как бы... Но я вам сейчас могу множество. Например, письмо к Феодосию Киевопетерскому, в котором он прямо говорит, что надо там в описании идет, что нужно бояться страшного суда, что нужно бояться божественного оказания, что страх Божий это самое главное. Вот смотрите, а давайте я наоборот теперь скажу. Самое главное это божественная любовь. Каждый должен помнить, что божественная любовь это самая для него первостепенная мысль утром и вечером, днем и ночью. В какой бы страх он ни попадал или в какую беду, божественная любовь Творца как Отца должна сохранить его и вести к свету. И то, и другому ничего не противоречит. Но, если каждый день говорить, хрюкать, то, что человек свинья, то на 101 раз человек хрюкнет. Поэтому, вот именно проповедь, исходящая из бесконечной любви Божьей, говорения об этом, или о бесконечном страхе, она будет проникать в мозги отцам, сыновьям и внукам. И вот у нас избрали именно вот эту систему, что страшный суд это самое главное для всего христианина. Не зря при выходе из храма, каждого, задняя стена, взяли эту византийскую традицию, на всех западных стенах православных храмов рисовалась огромная икона страшного суда, где змей пожирает грешников толпами, тысячами, там в огне, в аду, они все мучаются вместе с иудами и прочими предателями. Это политика, византийская политика, и уже к нам перешедшая, не было же возможности по интернету вещать. Я согласен с вами, я просто... А тут ты поворачиваешься, вот ты вот... Были разные факторы. Сейчас набираешь там Google, тебе бац, выскочило что-то, а тогда в храме стоишь, молишься, поворачиваешься, а сзади огромная змею, Google тебе, огромная змеюка, которая пожирает там... Ты вспоминаешь сразу об этом, о страшном суде. Поэтому это, ну, чуть-чуть заберу вперед. Я хотел это немножко дальше сказать, но вы сами увидите. Вот если взять сейчас протестантизм, допустим, там, 15 век, протестантизм вообще считается дурным тоном говорить о аде, о муках и о прочем всем остальном, потому что не всякого... Представьте себе, вот сидит больная бабушка, да, я приду к ней домой и буду пугать ее страшным судом, что она будет гореть в аду, что она не каялась, там, аборты делала или прочее, все остальное. Это манипуляция человеческим сознанием. запугать человека это манипулирование его сознанием. И нельзя сказать, что это во благо истины или во благо этого человека. А я считаю, это правильно. Вот сейчас нынешних вот и у католиков тоже, но в основном вот у протестантов у них считается дурным тоном пугать людей вечными муками. Как я могу... Откуда я знаю, что будет? Бог разбойника, который был распят с ним на кресте, первым привел в ад. Ой, в рай. Я хотел сказать, я хотел выразить мысль другую. Когда Христос сходит в ад, в иконографию, и Христос сходит в преисподнюю и стоит на вратах ада и за руки выводит из преисподней Адама и Еву, разбойник уже в раю. То есть вот ад, да, он даже в ад не попал, он сразу попадает в Царство Небесное. И сама иконография показывает, что Бог может простить и помиловать кого он хочет, кого ему угодно. Поэтому говорить там о кому-то, что он будет гореть в аду и проклинать кого-то, и что он там будет в преисподней находиться, это сильно большие полномочия на себя брать, поскольку ну ни один человек не может сказать, как Бог поступит. Тем не менее, в Средневекуе это было принято, да. Гореть тебе в аду, проклинать и тому подобное. Вот это запугивание, это манипуляция человеческим сознанием. Поэтому католики избрали немножко другой путь манипуляции человеческого сознания. В Средние века поменьше было, но уже потом и к Второму Ватиканскому собору созрела мысль о непогрешимости Папы. А до этого она коренилась эта мысль в Папском праве продавать индульгенции, то есть отпускать любые грехи и любые преступления. И получалось, что не запугивали просто там страхом бесконечной смерти, а говорили о том, что есть такое, да, а там ОКО. Но Папа может решить все эти проблемы во мгновение ОКО. То есть как бы такой вот всемогущий властный институт, который может решить твои и в нынешней и в вечности с Богом проблемы все может решить. Но у нас, а у нас пошли именно наш путь, мы правили, это эсхатология. То есть Византия это глубочайшая эсхатологическая традиция. И она укоренилась именно в иконописи. Не у католиков, не у протестантов тем более никогда не было такой глубочайшей эсхатологической традиции, как именно в Византии. И факты показывают нам, что основой этой эсхатологии была не сама глубокая вера византийских, греческих вот этих всех полисов и потом римской византийской империи, а удобство для императоров. Это очень удобно для императоров. Императоры использовали эту часть христианства, они, я не говорю, что они были литики, плохие были, но у христианства очень равновесная штука. Вот тебе наказание преисподнее, а вот тебе прощение и любовь Божия. И как бы одно никогда не перевешивает другое. Бог всегда властен помиловать, а можно чуть-чуть сделать больше. Вот про любовь поменьше говорить, а про страшный суд со змеюками, которые пожирают людей побольше и пугать. Гореть вам вечно в огне в аду преисподней, мы вас отлучим, мы вас проклянем, анафеми вас там. Да какой анафеми? Еще Валаму про Бог сказал, они тебе проклянут, а я тебя благословлю. Как можно это взвесить? Ну мало ли там какой дурень, кого проклинал. Хорошо, вот мы проклинали старобрядцев 300 лет, а теперь благословляем. Значит неправильно проклят. Что изменилось? Ничего. Не надо было этого делать. Поэтому вот это в Византии и в русскую традицию нашу княжескую укоренилась вот эта эсхатологическая традиция. И она мы отнюдь не голословны. Если вы хотите проверить то, что сейчас мы вам говорим, посмотрите историю русской иконописи. А особенно иконописи связанные с воскресением Христовым и страшным судом. Вот именно традиция написания икон страшного суда. И вы увидите действительно можете сравнить это с католическим иконописанием. Ну а протестантам вообще это запрещено. Поэтому мы имеем такое право на исторических памятниках говорить, что эсхатология имела в умах верующих людей, в умах князей, в умах церковных всяких деятелей имела огромнейшее значение. Эсхатология использовалась как один из самых вот мы хотим допустим чтобы нам квартиру гали, построили детский садик еще что-то. в уме средневековых людей страшный суд это было главным событием жизни. Вот становите любого человека даже верующего вышедшего из храма и спросите его какие самые важные события вашей жизни. Вам начнут говорить день рождения свадьба рождение детей внуков никто не скажет вам что страшный суд для него самое главное. А вот в средние века это было вот здесь у всех это было главным для каждого человека. И оно легко легло на всех вот этих кикимор, леших и прочее вот эти все языческие верования оно очень как бы страхи вот эти оно легло на это. И вместо того чтобы а так как пришли еще монголы вдобавок которые повывезли всех грамотных людей вот наша горесть наша беда ой-ой-ой сейчас буквально там тоже два слова вывозили такового ремесленников грамотных красивых здоровых молодых и так как грамотных людей было мало не было никаких институтов университетов можно было объяснять вот это нашествие татар наказанием божьим маловерием проклятием я всегда говорю если бог такое страшное чудовище что могло на своих детей навести на 300 лет вот такие муки страдания кровь и насилие за то что там что-то кто-то в той деревне не так не перекрестился или не так кто-то верил то бог это самое страшное чудовище никогда не приписывайте богу человеческие пакости уже как бы чингисхан то не виноват ни в чем он просто господь его навел там вот на русских и решил их 300 лет грабить и насиловать нет не надо богу приписывать все человеческие гадости какие только могут быть а вот этот механизм использования и манипуляции людей с помощью запугивания и страха оказался очень эффективным был я тут на медне в Ярославле в музее иконографии центральном какие великолепные иконы просто великолепные посвященные в основном концу мира и страшному суду я и говорю в любой музей зайдите в любой музей такие красивые огромные иконы яркие и стоят эти котлы если вокруг жарятся главная главная тема главная тема их будет их будет больше чем икон все других разных иконы разные есть например иконы святых разные типы икон богородицы например там умиление адигитрия и иконы спасителя что и было на иконостасах так и на иконостасах обязательно где-то присутствуют моменты страшного суда и бесконечно даже змей который норовит все равно Христа укусить там и на кресте в пяту ужали это везде это была главная тема и поэтому в музеях только эти иконы мы еще говорили о том что князей очень часто арестовали на иконах и их обожествляли почему так делалось потому что новый князь пришедший к власти мог получить сразу же не просто какую-то поддержку а божественную легитимизацию получают смотри вот так вот вы просто там Сидор Петрович Иванов а тут бац и в храме висит икона вашего отца и вы уже сын святого человека а он значит там-то на небесах походатайствует за нас раз он у бога у престола божественного уже где-то там стоит святой это как бы такое кумовство родство это лествичное право то есть втянуть вот в эту лествицу еще и святых князей тут же сразу поэтому это несомненный принцип так было в Византии какой ни император сразу помер ему там не импрессовали это древняя древняя традиция из Византии да из Византии пришедшая это легитимизация власти и тем более еще очень удобный момент чтобы вы не сделали какую умную вещь или дурную или пакость какую или какой-то голод наступил всегда можно сказать что это вот воля Божья там это не просто там я дурак а воля Божья это на это все была и на пять людям заткнуть рты и напугать их страшным судом а если вы будете еще чем-то недовольны несмиренными будь то мы вас всех проклянем и анафеми всех вас подвергнем и вот найдите где-нибудь в священном писании что Бог кому-то давал право кого-то проклинать где-то какие-то проклятия как что за проклятия откуда это все это просто желание напугать причем такие языческие какие-то есть нет все равно если там кого-то кто-то проклинает то это только по поручению такому прямо пророк там да какой-то а кому-то кто может проклинать никому что в священный синод является ангел для проклятий еще вам даже не сказал а был я еще в граде нашим Владимире взял детей пацанов троих человек наших всех племянников это Владимир какая красота да побывал я в неоднократно обсужденном нами ну еще раз второй раз жизни Успенском соборе ну конечно Владимир приложился к мощам Андрея Боголюбского нашего князя великого князя который основал Владимира Суздальскую Русь значит вот да хранятся там мощи Андрея Боголюбского и Георгия Всеволодовича павшего на Осити в последней битве с татарами вот действительно есть вот это было вот это на Руси что князей обожествляли правда Андрею досталось перед этим сначала его там Федора то его попа не канонизировали нет нигде нет Федора не видно жаль где-то закопали в неизвестном месте канонизировали кого выгодно Андрей Боголюбский восстал против этой византийской системы поставил своего Федора и через это у него удивительная вещь он пришел к мысли правильной мудрой что не к месту должен не Киеву должен быть привязан князь а наоборот вот там где князь там и власть то есть не да вот поэтому эта вот идея христианская такая православная эскатологическая она просто использовалась князями в своих интересах а можно было использовать еще 150 различных идей дальше делаем другое очень важное серьезное замечание я лично связываю это вот именно с монголо-татарским игом нашествием или сращением с монголами и с татарами наших русских княжеств связываю то что у нас не открывались университеты вот эту беду что у нас нигде не открылись университеты ни в Киеве ни в Суздале ни в Владимире ни в Новгороде да мифологии но вот например в Новгороде я прямо сплю и вижу университет мне прямо кажется что вот небольшой домик вот мог быть там университет еще блин 12 и более связи связи завтра привезти пару профессоров которые бы преподавали не знаю хоть алхимию но хоть что-то преподавали уже а в то время еще до монгольского нашествия на нас уже университеты на западе абсолютно верно что дали университеты в Европе почему Сорбонна почему Кембридж почему потому что это сразу молодежь это молодежь которая смотрит на мир другими глазами на кустике на небо на Бога то есть появляется кафедра теологии где говорят не только что молись и кайся и тебя там бесы будут жрать воду а которая рассказывает о каких-то очень важных христианских ценностях о прощении о милосердии теологии изучение каких-то книг древних святых отцов которые прошли духовную большую жизнь дальше астрономия посмотреть на звезды посмотреть на светила какими законами устроен мир медицина когда уже операции извините меня в древнем Египте делали зубы лечили арабы вообще такую медицину развили операции делали сложнейшие операции делали ничего нет почему потому что нету вот этой молодежи нет этого гражданского общества нет людей которые бы могли и хотели получать образование и мы остались заложниками вот этой монгольской системы причина какова я думаю появилось бы но всех университеты бы появились но всех кто умел писать читать их сразу вывозили в рабство вообще слово славянин слав по арабски раб то есть это 300 лет нашей крови и плотью нашими костями кормили средиземноморье только какая красивая девушка в горем к падишаху кто среднего возраста в рабы дети в воинские части где из них воспитывали солдат это продолжалось каждый год до 50 это реально реальные исторические цифры до 5 территории вот славянской руси до 50 тысяч человек угот вывозилось на протяжении 300 лет это миллионы рабов которые были проданы на средиземноморских рынках и поэтому брали то не хромых слепых а вот брали грамотных доремесленников и получалось что у нас постоянно было вот такое вот не было кому этим заняться и еще и другое вот эта идея что Господь послал наказание за грехи русскому народу татар это 300 лет рабства вы даже не представляете вот возьмите вам если будет интересно почитайте 250 да ой там чуть не до Ивана Грозного в Данище платили еще второй раз и третий жуть я смеюсь там в 600 каком-то году Данище умудрялись платить литовцы платили дань татарам за русские земли там там в общем все было вот так перемешано мы еще доберемся и до этого доберемся до феодальных взаимоотношений уже времен Ивана Грозного как водку под набегом да как водку под набегом так вот значит идея вот этого страха бесконечного она преодолена была только Сергием Радонежским вы представляете вот до этого никто же про сути дела не благословляет бороться с татарами до этого момента понимают все что это зло все оно как божье то есть воспринимают как овца который перерезает горло она вот это ничего не делает вот это воспринимается точно вот так же этот весь период только вот идея и самопонимание борьбы с исламом уже с мамаем рождающейся в голове Сергия Радонежского меняет вот эту рабскую психологию попытки нет попытки всегда есть если тебе режут горло ты хоть ногой брюкнешь если не может знаменитое Тверское восстание против исламизации конечно конечно я не говорю что я не говорю о том что не было сопротивления этого просто быть не может потому что если тебя будут бить все равно как-то будешь сопротивляться но идея о том что Бог послал вот это наказание за грехи она 300 лет прожила идея какие грехи какой зашел и так же сейчас другая сейчас тоже начинают вот и везде проскальзывает это хитренько точно так же что Гитлера Бог тоже навел на нас до нашей грехи нам послал это я считаю это осквернением имени Божьего потому что всю гадость которую люди делают они еще умудряются и Богу приписать это не просто а он еще сам спровоцировал позволил это и допустил сам такие гадости и пакости делать эта идея она и сейчас даже до сих пор живет есть вот поэтому мысль когда уже четко было понятно что это все надо гнать Басурман она родилась вот через столько лет страданий вот и вот именно отсутствие университетов сформировало а вообще не сформировало не было взгляда на мир не было взгляда на мир организованного образования организованного образования не было а вот почему Европа вынуждена Руся встала да Руся встала катастрофически встала ни писателей ни музыки ничего не было все слава богу дико напись была ничего никакой литературы ничего а Европа пошла другим путем она благодаря университетам смогла отодвинуть поповское мракобесие сразу перестали говорить о кончине мира почему потому что увидели солнце увидели звезды увидели как рыба мечет икру как идет дождь как бьют почему что такое электричество и стали смотреть на мир другими глазами ну это тоже не так просто далось конечно это далось очень большим трудом и кровью даже когда спалили Яна Гуса ректора пражского университета который просто пытался попам объяснить что они ну это не то мракобесие мракобесием занимаетесь вы правы вот человек который допустим Лейденская банка вот начали делать аккумуляторы батареи они поняли что молния это не бог с неба кидает там какие-то а это электрические разряды но кто этого хотел слушать никто этого слушать не хотел но все-таки но все-таки несмотря на то что попыгнули конечно всегда свою линию формирование научного такого сообщества формирование вот этих профессоров университетов молодежи давало другой взгляд на мир и попам уже говорить о бесконечности мучений страшных страданий там и всего остального было уже сложнее и поэтому мы сразу стали в разные две совершенно другие две разные позиции наше восприятие такое родоплеменное что там Зевса кидает молнии с небес и европейское где уже стали воспринимать научный метод научный подход изучения а самое главное что вот я хотел обратить внимание это медицина тело человека было как бы вот недоступное что-то такое вот недоступный храм божий и непонятно было как оно функционирует и что как происходит а когда стало университеты стали начали исследовать обнаружили почки сердце другие органы и стали разбираться что это за питание отвечает а вот это за кровообращение и все остальное и стали понимать что организм человека можно лечить и можно находить способы хотя сначала варварские тупые ну как умели в общем можно и гвозди лбом забивать но все-таки стали разбираться что же это такое и почему и как а у нас ничего и этого в то время не было потому что трав травами лечились да вот что могли там как-то облегчить страдания человека я к тому я к тому что медицина оказала самое важное влияние в формировании понимания места человека в мире мы стали понимать что мы часть природы часть этого мира и уже естественно тогда взгляд на вот эти какие-то непонятные таинственные события там природные явления стал более трезвым более спокойным более таким объемлющим и понятным поэтому вот я считаю могу сказать уверенностью что запугивание и навевание эскалтологических мыслей это попытка манипулирования человеческим сознанием так ну и все-таки мы должны сделать какое-то резюме вот мы подходим к эпохе Ивана Грозного вот какой подошел к этому маленькое уточнение еще почему важен вопрос о университетах потому что к концу 16 века на территорию Киева уже пришла тоже университетская система в виде Киево-Могилянской академии то есть оттуда вот с западной Руси с юго-западной Руси как говорят сегодня с Украины вот именно пошло не с Украины это Европа все конечно это веяние скорее будем говорить Мравский Литва Польша посполитая которая потом заключила унию и уже вошла в состав Речи Посполитой вместе с Польшей то есть вот с этой территории на Русь пошли уже образователи то есть все духовные вот эти наставники все образованные священники все образованные преподаватели чиновники которые появились на Московской Руси они были выходцами потом уже с Киевом и Геллианской Академией хотя это задумывалось сначала как вот чисто духовно для попов но и дворяне там обучались а там обучались еще и люди высшего класса конечно то есть это нужно было это уже почему было потому что посмотрим на тебя как тебя там с бурсы какой пришел дело в чем и с чем мы наблюдаем с вами ладно вот монгольский период у нас туманный мрачный прошел мы пришли к моменту вот становления русского царства Иван Третий его сын Василий Третий да сначала внук Дмитрий Убиенный царевич сын Ивана Младого затем Василий Третий его сын Иван Грозный это такой столетний будем говорить столетний период промежуток больше даже больше почти полтора столетия полтора столетия ну будем так около этого что необходимо заметить формирование царства то есть это уже не феодальное княжеские уделы раздробленные многочисленными распрями а вот уже возьмем того же Ивана Третьего когда князьям уже нельзя было с одного городка в другой переезжать и туда куда он направил и где какую власть дал то есть он уже получал власть над князьями превращалось не раздробленное власть хоть там противопожарную какую-то охрану придумать, потому что бочку с водой поставить. Уже нужен человек с мозгами нужен. И получается, что необходимо были люди, которые могли бы не просто красиво петь и высоко в танцах подпрыгивать, а которые были бы грамотны и могли бы осуществлять службу государю. Да. И вот здесь как раз схлестнулись идеологические интересы церкви и государства. Абсолютно. Вот что интересно. Как мы отмечали, уже подробно разобрали историю ереси жидокствующих, сначала трегольников, потом жидокствующих и вот эти все заморочки Софии Полянов, пришедшие и приведшие к... Ну да, да. Мы это подробно разобрали. Вот здесь как раз вот на рубеже вот от прихода Ивана Грозного и с Иваном Грозным как раз вот схлестнулись вот интересы церкви в борьбе за умы народонаселения. Да. Которого оно пять веков перед этим напичкивало страшным судом концом мира и при этом примастилось так и сбоку припеку и очень сильно разбогатело. Абсолютно верно. И тут еще другое подмогнуло. Естественно, появились государьи, которые церковь хотели поставить на свое место. Да. И тут еще другое подмогнуло. Дело в том, что в 1453 году пал Константинополь. И родилась идея, что должен быть преемник. И идея Москва, Третий Рим сначала из святцев Зосимы Бродатого, митрополита, перекочевала потом в головы московских князей и в конце концов монаха Филофея, который написал о том, что Москва Третий Рим. И вот эта идея, она легла на свое время опять же. И уже только запугивать людей бесами и страшным судом было мало. Надо было создать поддержку царю. Царь может быть помазанником только тогда, когда его любит собственный народ. То есть, когда поддержка в народе высока, то тогда царь уже действительно помазанник Божий. И для этого никакими ничего нового не стали придумывать, а взяли ту же самую византийскую традицию. Но уже не запугиванием эсхатологии, эсхатологически, как правильнее сказать, страхом преисподней и вечных мук, а так называемым цезарепопизмом. Что такое цезарепопизм? Это вот это самое Москва, Третий Рим, а второе то, что цесарь, то есть царь, цесарь, да, наместник Божий, да. И не просто наместник Божий, а еще и спаситель христианских душ, и выразитель Божьей воли, и хранитель веры, и отечеству там отец, и прочий, прочий, прочий. Как раз все рождалось в 16 веке. Вот именно к той эпохе, к которой мы сейчас подошли. И уже перестали пугать, ну не перестали, уменьшилась эта чаша веса, но нам все равно пугали. Иконография изменилась. Да, но иконография в этот момент очень четко меняется. Исчезают князья с мечами и с нимбами бесконечными, потому что только царь самое вот это главное. Потому что все уделы. Да, все уделы, кончились. Исчезает вот эта бесконечная тема страшных судов, и появляется другое величие русского иконостаса. Такого никогда не было, и таких иконостасов не было нигде в католическом мире, какие были на Руси. Это особый вид вот именно вот Царства Небесного. То есть первый ряд это иконы Божьей Матери и Спасителя, местно чтимые иконы, там храмовая, например, икона. Второй ряд повыше двунадесятые праздники, которые в воскресенье Троица, Рождество Богородицы, Успение, 12 двунадесятых праздников. Третий ряд моления уже без всяких змей, без всяких преисподних сидит Христос на троне, и Богородица с Иоанном Крестителем, у которого сегодня Рождество, молятся ему о прощении грешников. Оказалось, не надо никого видеть, но огненный уже царь на троне и два просителя, которые очень дерзновенны перед ним, которых он любит. И они молятся ему о прощении грешников. А дальше там еще куча апостолов, которые тоже молятся за нас. Они там подальше, но тоже при блатненном находится состоянии и тоже могут помолиться за нас. Потом выше пророческий чин, то есть Божья Матерь в славе, как неопалимая купина, вместившая в себя Бога, и пророки, которые предвозвещали о ее рождении. А еще выше там можно и Адама и Сьевой разместить, и праотцев древних, которые от сотворения мира жили. И в конце это все венчалось крестом, как символом победы Христа над смертью. Вот какая идея. И потихонечку вот этот страх, такое вот царство вечного, вот о смерти, он отходит на второй план перед такой красотой царства небесного. И уже здесь милосердный Бог, и даже Троица, Ветхозаветная, кстати, и Новозаветная, она обращается к людям, что царь всех вас поймет, он всех вас утешит, он знает ваши проблемы, и в нашем министерстве все разберутся. Изменилась сразу иконография в сторону понимания именно царства, как царства земного, вот там не сидит на престоле царь, как отражение царства небесного в земной проекции. Вот прямо каждому слову, и не могу не сказать, ведь зарождение вот этой вот мысли, оно произошло за сто с лишним лет. Как вы не сказали и не произнесли имя Андрея Рублева. Конечно, это... И Феофана Грека, его учителя. А здесь... Можно я теперь, раз уж вы не произнесли, теперь маленько мне... Значит, смотрите, вот у меня какая мысль сейчас появилась. Ведь действительно, вот то, о чем вы рассказали, основу этому дала именно иконопись вот Андрея Рублева и Феофана Грека. При ком они были, кто... Он отражал отчаяния. Да. А при ком? Кто их двигал? А двигал их князь Юрий Звенигородский, о ком мы говорили в беседе. Посмотрите, среди вот всей этой княжеской своры, скажем так, жадной, завистливой до власти... Он отличался. Завистливой до власти, какой-то все... На что только не могли там. И татар могли привести и все. Вот среди них Юрий Звенигородский отвечался благородством. Именно каким-то таким высокопоставленным духом княжеского вот такого слова верности. Культурный, мастерый человек. Значит, и вот этот человек продвигал как раз Андрея Рублева, Феофана Грека. Но, к сожалению, он не стал великим князем, понимаете. А сыновья его потом развязали гражданскую войну на Руси. Но все равно это был вот такой вот интересный пример. А с духовной стороны Сергий Радонежский. А с духовной стороны Сергий Радонежский. Все правильно. Вот где вот это рождалось и выродил... Чаяния народа другие были. А страх этот надоел 300-летний. А это было где-то в глубине народа. Вот эта красота духовная, она жила. Как ответим. Опять же, вот вы сейчас сделали вернейшее замечание. Искусство всегда ответ чаяниям народа. Если ты хочешь, чтобы прыгали на сцене с голым жопом, будут прыгать на сцене с голым жопом. Если ты хочешь, чтобы народ чает художественного свиста, все будут свистеть. Потому что это деньги приносит. А здесь, вы думаете, иконы Андрея Рублева кто-то бесплатно раздавал? Они строили... При Андрею Рублевом стоили огромных денег. Огромный же монастырь, в котором Андрей Рублев жил, там один-другой зарабатывал кучу денег на Андрею Рублеве за торговлю за этими иконами. Успенский собор. Да, да. Князья платили золотом, там такие деньги оплачивали. За идею. Это был ответ чаяниям народа. И действительно, единство. Вот эта троица, в которой всеобъемлющая любовь Божия. Икона Спасителя, милующего, милосердного. Росписи храмов. Видно, что другие чаяния у народа. И искусство, соответственно, совершенно доброе. Уже другое. Прикоснуться к этому просто нужно. Каждому русскому человеку, я считаю. Я вот в этот раз в Успенском соборе Владимирском побывал, а он же расписан Андреем Рублевым. Это как раз прикосновение к русской настоящей истории. Конечно, конечно. А в детстве, в детстве, я в 14 лет не был, у меня родители свозили в Ленинград, и мы ездили в Новгород. И вот там я прямо прикоснулся к фреске, прям рукой Феофана Грекова. Вот что-то мне торкнуло тогда. Захотелось. А я все время, мне хотелось, в свое время еще давно, вот Успенский собор, да? Чтобы не подумали, как я прикоснулся. А мы поднимались по лесенке, и нам экскурсовод рассказывал, смотрите, вот здесь расчищаются фрески. Ну, они не расчищаются, там вики проступают. А все когда поднялись, мне так было интересно, я взял к ним прикоснулся. А мы когда были в Успенском соборе, я много раз ездил в Кремль, я всегда задумывался, какая самая главная икона в храме в Успенском. Ну, там очень митрополита Филиппа лежат, там, то-да-сё, там. Но самое главное, это, конечно, икона Успения. Успенский собор, значит, икона Успения. И мы залезли, нам вон, а там была экскурсовод. И она нам, а то икона, там открывается всё, и мы смогли прямо приложиться к иконе Успения. Вот в Успенском. Мне так это было приятно, такое было, настолько было на душе, вот, воодушевление вот такое было, что... Так вот, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что эпохи запугивания людей страшными судами и монголо-татарское нашествие пожрали наше национальное самосознание, пожрали нашу культуру и на несколько сот лет отодвинули наш научный, правильный взгляд на действительность и задержали нас среди сказок и мифов. Мы пришли к тому, что эпоха создания царства, начиная вот от Ивана Третьего всё-таки, ну, может быть, ещё немножко от отца его, Василия Тёмного, но всё-таки вот больше от Ивана Третьего и вот промежуток и окончательное его формирование при Иване Грозном, уже прямо по-настоящему так, эта эпоха формирования уже не истории тысячелетних царств, хелиазма и исихазма и прочих всяких духовных великих идей, а именно формирование сознания царя, как помазанника Божия, заступника Отца, милующего, любящего отражения с небес, Христос на троне, в короне, как царь, в бармах и прочее, всё остальное, как император, изображающийся император, это уже эпоха формирования необходимой идеи для царства, уже не просто для удельных князей, а именно для царства. И фиксируется оно памятниками в иконописи Древней Руси и в иконописи именно времён Иванова Грозного, архитектура, зодчества, школа Андрея Ругулёва, этому величайшее подтверждение. Как народный заказ, народная потребность, идеология власти формирует общественно-культурный заказ, которому отвечает сразу и иконопись, и архитектура, ну и естественно, конечно, идеология государства, идея о том, что Москва – Третий Рим. Вот такая вот история. Ну, сейчас мы приходим к временам народного. Мы подвели базу для будущих наших, пусть она кому-то покажется большой и неинтересной, а может быть кому-то будет интересной. Она небольшая, она у нас вполне в временные рамки вписывается, но я вам для примера ещё пару слов скажу. Хочется прямо это пояснить. В это время эпоха уже римских пап и их полного всевластия закончилась, а протестантизм вообще по-другому совершенно смотрел на эту идею. И запугивание людей считает грехом, нехорошо запугивать людей Богом, которого ты ещё и вдобавок не знаешь, как он поступит. А второй момент – это запрет во всех вот этих европейских традициях, это в это время прямо было, на торговлю всякими святынями, индульгенциями, мощами, что раньше было, что это было, процветало очень сильно в Западной Европе. И это позволило в это время, вот как на основании вот этого момента, когда Мартин Лютер появился всё, позволило в Европе, помимо университетов, каждый более-менее уважающий себя город имел училищ высшей школы практически. Не обязательно было уже ехать в Сарбону там и прочее, а вот отступление этого мракобесия церковного позволило везде поднимать образование. Они сопротивлялись. Что они сказали про Мартина Лютера? Что он сидел и в бесо-чернильнице кидался. Да, мы с вами. А Пётр Первый, будучи на экскурсии в Западной Европе, зашёл в эту келью Мартина Лютера, попробовал это пятно чернильный, и написал своей рукой, чернила свежие и есть. Он написал так, он написал, чернила свежие и вообще все сие неправда. Это они ему принесли книгу, в которой он должен был расписаться, что вот здесь Мартин Лютер демон накинул чернильницы. Он пришёл, попробовал, потёр там и написал, чернила, в книге написал, чернила свежие и вообще все сие неправда. Как похоже на нашу борьбу, если флян с ересью жидовствующих. Да, и в ракурсе всего этого, в ракурсе всего, что мы сказали, вообще считаю преступной борьбу с так называемыми стрегольниками и с так называемыми жидовствующими. Это было, не было никаких ересей в памяти, это была внутриполитическая борьба. Фряжской партии, Новгородской партии, Софья Палеолох, Елены Волшанской, чего угодно, но никаких ересей там в помине не было и никто не докажет никакие документы и ничего в магии не найдёте, ничего. Кроме огульных обвинений друг друга в том, что один сидел на левой колокольне и правой ногой махал, а другой на правой колокольне и левой ногой махал. Или яйцо разбивал с тупого колеса, или с острого. Поэтому всё это, все вот эти вот духовная борьба, она была подавлена как чисто политические моменты в формировании государственной идеологии. Ну, на этом мы закончим в преддверии того, что займёмся Иваном нашим Грозным. Ещё раз всех с праздником, с Рождеством и Претечи Крестителя Господня, Святого Пророка, Претечи и Крестителя Господня Иоанна. Спасибо всем. Продолжение следует...